Если вы открыли это видео, значит вы такой же шопоголик и люксоголик, как и я. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Я получила посылку от веб-сайта Harrods. Это магазин, который находится в Англии. По-моему, если я не ошибаюсь, в Лондоне. Не буду врать. Доставка была очень быстрая. Мне доставили все продукты буквально за два дня. Заказ мне обошелся примерно 640-650 евро вместе с доставкой. Это примерно 45 тысяч рублей. Я уже потихоньку начинаю переводить в рубли, потому что в основном люди, которые комментируют, в основном с России, им важно знать цены в рублях, а не в евро. Сама доставка мне обошлась в 20 фунтов стерлингов. Это в евро где-то 23-25 евро. Хотя я считаю, что когда заказ более 500 евро, все-таки доставка должна быть бесплатной. Но как есть, так есть. Вообще, на самом деле, я заказала Tom Ford, потому что у нас его здесь нет. Когда я была в Милане, именно там я и познакомилась с косметикой Tom Ford. И, к сожалению, я купила слишком мало продуктов. И сейчас я об этом очень сильно жалею, потому что цены там намного лояльнее, чем даже на сайте Harrods. Пришло все вот в такой вот красивой коробке. К этому всему пришла карточка, где было написано thank you for shopping at Harrods.com. Мне пришла тональная основа Traceless Foundation Stick в оттенке 7,0 Townie и в стике 15 грамм. Я его, наверное, раскручу до конца, чтобы вы могли посмотреть, сколько в нем продукта. В принципе, в нем столько же продукта, сколько и верхней части крышечки от этого стика. Оттенок я заказывала наугад. Я смотрела картинки в интернете. Там есть описание всех оттенков, какие из них более холодные, какие более теплые, какие нейтральные. Жидкий хайлайтер. Он называется Shimmer Shot. Здесь 15 мл оттенок 0,1 Spin Spin Sugar. Там всего было два оттенка. Я выбрала более светлый, сухой хайлайтер, Sheer Highlighting Duo в оттенке Reflex Guild. Белая упаковка с золотыми деталями. Все очень красиво. Зеркальце симпатичное. Два оттенка идут. Один желтое золото и другой розовое золото. Когда вы берете на руки, сразу видно, что пигмент очень хороший. Их можно смешать. Также я слышала, что их можно наносить как сухим способом, так и мокрым. В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. Далее у нас идет контурирующая палетка Shade and Illuminate. В оттенке 02 Intensity 2. 14 грамм продуктов. Дизайн классический. Темно-коричневый. С золотыми деталями. Кистей никаких в комплект не входит. Тени номер 04 в оттенке Honeymoon. Сами тени очень красивые. Они все сатиновые, не шиммерные. Блесток здесь нет. Золотой, бронзовый, бордовый и темный сливовый. Очень пигментированные. Единственное, что меня удивило, это то, что в этой палетке 6 грамм продукта. В той же самой Coco Mirage 10 грамм продукта. Вы получаете почти в половину меньше. Это очень странно. Далее у нас следуют кисти. Сделаны они в Японии. Скорее всего на заводе Hakuhoda. Для тональной основы. Номер 02. Кисть для контурирования. 04. Кисть бочонок. Номер 14. Растушевочная кисть. Номер 13. И такая скошенная кисть для деталей. Номер 12. Кисти очень красивые. Практически все из натурального ворса. Скорее всего это козочка. Если вам интересно, как я сделала макияж глаз и лица с новыми продуктами от Tom Ford, то тогда продолжайте смотреть. Начну я с макияжа глаз, как обычно. Сделаю небольшое затемнение уголка с помощью каяла. Возьму плоскую кисть для теней. От Tom Ford у меня, к сожалению, такой пока что нет. Но я думаю, что в будущем обязательно закажу. И возьму я вот этот вот бронзовый оттенок. И буду наносить по краям глаза. Тени очень пигментированные. Серединку будем оставлять нетронутой. Это то, куда мы поставим самый светлый оттенок. Берем кисть бочонок номер 14 и набираем бордовый оттенок. И будем затемнять еще сильнее по краям. Теперь берем самый темный оттенок. И будем еще больше затемнять края и внутреннюю часть века. Теперь возьмем кисть в номере 13. Вот такую вот растушевочную кисть. Возьмем бронзовый оттенок немножко. И будем подтушевывать то, что у нас не растушевалось. Берем скошенную кисть под номером 12. Для того, чтобы оформить нижнее веко. И берем бронзовый оттенок. Наносим на нижнее веко. Теперь берем вот этот темно-сливовый. И слегка проходим поверх бронзового цвета. Буквально капельку. В самом центре добавляем золотой оттенок. Это вот этот вот самый первый, самый светлый. Наносим его прямо по центру. Если вы чувствуете, что пигмента недостаточно, добавьте на кисточку немножко фикс-плюс какого-нибудь фиксирующего спрея. Мне немножко не хватает черного цвета. Поэтому я возьму черный лайнер от Tom Ford. Кого не было в этом заказе, но он у меня есть. Это такой вот двухсторонний лайнер. С одной стороны наконечник такой, как в виде кисточки. С другой стороны фетровый наконечник. Я возьму, где кисточка, и сделаю маленькую стрелочку. Для того, чтобы стрелочка слишком сильно не выделялась, я возьму скошенную кисть снова, брызну ее фикс-плюсом, и возьму темно-фиолетовый оттенок, и пройдусь немножко по границе стрелки. Я добавила ресничек. Если вы хотите, чтобы ваш взгляд был еще более драматичным, вы можете добавить накладные реснички. Оттенки очень красивые, и смешиваются они красиво. Мне все нравится. Немножко излишки я стерла мицеллярной водой. Темные они все-таки осыпаются, они пачкают под глазами. Именно поэтому я предпочитаю сначала сделать макияж глаз, и только потом уже приступать к макияжу лица. На очереди у нас Traceless Foundation Stick. В оттенке 7,0 Тауни. А вообще было написано, что это бежевый, с нейтральным тоном, medium, dark, даже не знаю. Medium, скорее всего, средний такой бежевый. Сейчас он, мне кажется, слегка желтоватым. Но посмотрим. У меня, в принципе, кожа с желтоватым подтоном, поэтому давайте я попробую нанести. Одну сторону мы сделаем кисточкой номер 02, которую я заказала. С другой стороны мы сделаем бьюти-блендером. Жирноватенько так. Сильно много наносить не буду. Не обращайте, пожалуйста, внимания на то, что у меня вот здесь вот такие как темные пятна. Я буквально вчера красила голову, и краска еще не вся сошла. Не могу сказать, что это было быстро или легко. Распределяется эта тональная основа достаточно тяжело. Пробуем смоченным бьюти-блендером это сделать. Возможно, это будет как-то полегче. Покрытие такое... С этой стороны легкое, ближе к среднему. Я бы не сказала, что это плотное покрытие, потому что покраснения некоторые я все еще вижу. Я бы сказала, что он такой полупрозрачный. Название Traceless, возможно, как-то это объясняет. Хотя я всегда наивно полагала, что тональная основа в стике должна быть плотнее. Кисточкой довольно тяжело было распределить. Сухой. Возможно, если сбрызнуть с фикс-плюсом, можно разнести как-то полегче. К тому же у меня нету праймера от Tom Ford, который я намереваюсь заказать. Из-за этого, возможно, как-то он не так легко распределялся. Бьюти-блендером распределился легче, но при этом покрытие еще более легкое. Это для людей, которые любят прозрачное покрытие. В принципе, подходит. Единственное, что я его чувствую, особенно с этой стороны. Не могу понять, в чем причина, но он такой как будто бы жирный, как будто бы слегка даже не знаю. Я ощущаю запах. Он немножко подчеркнул мои шелушинки на носу. Минусы у него есть. Цвет более-менее подошел, но если это нейтральный тон, то я даже боюсь себе предположить, какой желтый тон. Если посмотреть издалека, более-менее нормально. Я еще, конечно, припудрю. Консилера у меня от Tom Ford и пудры, к сожалению, пока что нет. Добавила консилер, но я совсем забыла, что мы же должны еще протестировать палетку контурирующую, а она кремовая. Поэтому на данный момент я ничего пудрить не буду. Для этого контуринга нужно было приобрести кисть в номере 04. Кисть очень красивая. Посмотрим, насколько она будет удобная. Скорее всего, нанести вот это нужно будет пальцами, потому что я уже испачкала кисточку в темном цвете. Я думаю, что этой кисточкой удобно именно наносить, а растушевывать, я думаю, мы будем кисточкой, которую мы наносили на тональную основу. И так, достаточно. Не могу сказать, что он прям легко-легко растушевывается. Возможно, это из-за того, что тональный стик не очень эластичный. Давайте немножко добавим. Сам контуринг мне нравится. Смотрите, какая скула у меня появилась. Прям вот как натуральная тень. У меня прям появились такие прям скулы-скулы такие. И абсолютно нет никаких линий, которые бы выдавали, что что-то там не так. Давайте попробуем теперь хайлайтер. Я думаю, что нанесем мы только на одну скулу. Скорее всего, с правой стороны. С левой стороны я поставлю вот шиммер-шот-тач. Не буду позориться и читать, в общем, тач что-то там. В оттенке Spin Spin Sugar 0.1. Вот это мы попробуем с этой стороны. И из вот этой вот палетки попробуем с этой стороны. Еще у нас есть хайлайтер пудровый. Я думаю, что мы, когда припудрим, попробуем нанести поверх. Вот такое. Я бы сказала, очень красивое натуральное свечение кожи. Но оно такое жирноватое. Давайте возьмем шиммер-шот. Он выкручивается. Буквально капельку, чтобы просто посмотреть. Я его взяла на руку. Вот так вот. Ну да, вот этот посильнее сияет. Но тоже не могу сказать, что это как-то выглядит вычурно или ненатурально. Очень красиво сияет. Очень-очень-очень красиво сияет. Вы знаете, эта штука очень похожа на Ширф Люит от Джорджо Армани. И вот этот цвет, это если смешать вот эти два. Второй и седьмой. То получится вот этот. Он не золотой, не серебряный. Он такой как бы нейтральный. Он очень красиво переливается. Единственное, что здесь по количеству 15 миллилитров. Всего лишь здесь в одной баночке 30 миллилитров. Но в этих содержатся блестки. Здесь я блесток не вижу. Я знаю, что у Tom Ford там же на сайте был второй оттенок. Не помню, как он назывался. Он был более золотой. В будущем я обязательно его попробую. Если он все еще будет продаваться на сайте, буду дальше тестировать, пробовать, потому что то, что я здесь вижу, мне очень нравится. Делаю немножко контуринг носа. Я не могу понять, почему оно все пахнет какой-то старой бабушкиной помадой. Какая-то очень странная отдушка у этих средств. Не знаю. Вот так вот выглядит кожа в припудренном состоянии. Сияние с этой стороны осталось. Шиммершот он до сих пор блестит. Контуринг остался. Причем такой прям конкретный. С этой стороны не так сильно, но тоже сияние есть. Давайте теперь будем тестировать наконец-то хайлайтер. Единственное, что кисточки у Tom Ford для хайлайтера нету, поэтому я буду использовать ту, которая есть у меня. Здесь два отделения. Одно розовое золото, другое желтое золото. Если честно, даже не знаю, какое попробовать, потому что мне очень не хочется испортить то, что уже есть. Пробуем их как-то смешать. Ух! Берется на кисточку сразу моментально. Вот так сделала. Все, сразу. Вот. Как бы это все не заруинить прям. Ну, такое блеск прям-таки очень сильный. Единственное, что он как будто бы слегка то ли темноват для меня, он красиво сияет, но как только я поворачиваю голову, у меня откуда-то здесь появляется темное пятно. Не знаю, с чем это связано, то ли с тем, что это все-таки достаточно темный хайлайтер. Мы попробуем с другой стороны. буквально капелюшку. На кончик носа. Купидончик. Это такой хайлайтер уже более пудровый. Вы можете заметить, что он прям вот сияет, так сияет. Скулы мне мои очень нравятся. Мне очень нравится. Это контурирующая палетка. Ну что же, мой макияж готов. Вот такой макияж глаз у меня получился. Я добавила тушь на нижние ресницы, я добавила помаду. Мне кажется, такой макияж очень подойдет на Новый год, потому что здесь такие цвета ультрамодные. Я знаю, что в этом году вошли в коллекции зеленые оттенки, но я видела в рождественской коллекции Диор были также такие же бронзовые, бронзово-золотисто-фиолетово-сливовые оттенки. Глаза огонь, не знаю, как это объяснить, но сейчас вот эти оттенки очень-очень в тренде. Я думаю, что такие тени очень хорошо подойдут девушкам с голубыми, именно голубыми глазами. Это вот прям ваши оттенки. Мне они немножко делают больной глаз. По-моему, все очень красиво выглядит. Мне очень нравится, я в восторге. Больше всего из всего этого мне понравилась контурирующая палетка. Наверное, вообще вот прям из всего-всего, больше всего. Я не знаю, почему, но вот прям на первом месте у меня контурирующая палетка. Мне кажется, что ее можно будет использовать с другими тональными основами других фирм. Я, естественно, буду пробовать, буду тестировать, как оно будет с другими тональниками работать. Мне понравилась палетка для глаз. Очень красивые тени, очень красивые оттенки, но мне кажется, больше подойдет голубоглазом. стик. Не знаю, что про него сказать, потому что сегодня были первые впечатления. Это не совсем тестирование. Я, конечно, сегодня еще до конца вечера с ним похожу, посмотрим, как он сядет. Я до сих пор чувствую запах бабушкиной косметики. Я не могу понять, от чего у них такая странная отдушка. Это очень странно, прям мега странно иметь такой запах в косметике, которая стоит очень дорого, 70 евро. Контурирующая палетка, которая также воняет, стоит тоже около 70 евро. Я не вижу в чем прикол. Но работают средства, в принципе, очень круто. Надеюсь, что он будет держаться. Ну, такое покрытие у него, такое типа а-ля легкое, ближе к среднему. Я сейчас на данный момент не чувствую его на лице, но я чувствую до сих пор ужасный запах. Мне очень понравился Shimmer Shot, очень классный, просто нереально красивый. Хайлайтер сухой. С ним какая тема? Он очень красивый, он нереально красиво смотрится, но как только я поворачиваю в другую сторону куда-то свою голову, у меня вот где я наносила именно два цвета вместе, вот вместе с этим розовым золотом, почему-то у меня прямо видно какое-то пятно. то есть мне нужно позагорать, возможно он будет неплохо смотреться летом или в какой-то поездке, я обязательно его с собой возьму и буду тестировать. Если мы будем сравнивать два хайлайтера, один Moonlight от Tom Ford и другой Reflex Guild от Tom Ford, этот хайлайтер очень красивый, но он слишком холодный для меня, этот подходит по оттенку, но не подходит по темноте, то есть он достаточно темный, но при этом оттенок в принципе такой золотистый это правильный оттенок именно для моей кожи. Я конечно же оставлю их оба, но возможно их можно будет как-то смешать кисточкой вместе и будет не так темно и может быть будет какой-то более другой оттенок, более правильный, не такой темный. Хайлайтер по качеству мне понравился, по цвету подошел, но слишком темноват. Кисти просто обалденные. Единственное, что вот эта вот кисточка, она только чисто для нанесения темного цвета на лицо, в принципе мне кажется можно и типа пальцем это сделать или какой-то другой более дешевой кисточкой, в этой я смысла особого не вижу, но естественно я буду ей пользоваться и для своей коллекции естественно я ее оставлю. Эта кисточка просто обалденная, с любым другим тональным средством она будет работать и она очень хорошо растушевывает контуринг от Tom Ford и естественно я ее оставлю и буду любить и холить и лелеять. Кисть бочонок номер 14 это уже вторая кисточка которую я покупаю до этого у меня уже была одна ну сами видите если я заказала вторую значит она мне естественно очень сильно нравится кисть кисть ошибочно многие сравнивают с 217 от MAC это Tom Ford номер 13 ничего общего с MAC у ней нет вам для примера покажу они обе правда грязные вот MAC вот Tom Ford ну посмотрите они даже по форме разные единственное что они обе хорошо растушевывают вот это более подробно растушевывает не так размашисто она растушевывает то есть не по всему веку а именно за счет острого кончика она очень хорошо растушевывает именно складочку вот это хорошо вот чисто вот так вот взял вот прям поверху каким-то светлым цветом взял и растушевал они немножко разные но при этом обе работают идеально поэтому эту я кисточку обязательно оставлю ну и последняя кисточка конечно же это кисточка от Tom Ford номер 12 вот такая скошенная в принципе мне она нравится она такая чисто вот на нижнем веке работать или может быть как-то стрелку растушевывать можно в принципе обойтись и кистью бочонком она не считается незаменимой но для коллекции и в принципе такая скошенная кисть мне лично не помешает поэтому тоже оставлю и тоже очень сильно люблю что могу сказать по поводу этой посылки естественно когда вы покупаете Tom Ford вы платите за имя в первую очередь и потом уже за продукт продукты действительно очень хорошие единственный наверное продукт тональный стик такой неоднозначный но вполне возможно что это лишь первое впечатление я очень надеюсь что оно обманчиво что этот стик продержится еще до конца вечера или ночи мне очень все понравилось я довольна обязательно буду еще заказывать и обязательно именно с Harrods мне понравилось что доставка у них очень быстрая конечно пересыл получается недешевым но зато это быстро тяжело подобрать конечно свой оттенок потому что ты не видишь не можешь посвочить можно только по каким-то картинкам в интернете более-менее определиться какой оттенок твой какой не твой если вам понравилось это видео то конечно же ставьте лайки если вам нравится контент моего канала то обязательно подписывайтесь также подписывайтесь на мой инстаграм ссылочку я также оставлю внизу в описании обязательно комментируйте если вы пробовали данные продукты от Tom Ford поделитесь пожалуйста вашим мнением и до скорых встреч субтитры субтитры субтитры